Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас видео покупка лошади подписчику. Сегодня у нас в гостях персонаж Кура Грей Коблер, и сегодня мы будем покупать ей рандомную лошадку. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек, и давайте начинать. Кура Грей Коблер, персонаж 16 уровня, который живет, я так понимаю, в Норланде, и сегодня мы проверим, какие лошадки у нее есть в конюшне, зачитаем историю персонажа, ну а также подумаем над тем, какую лошадь ей купить. В конюшне у нее почти, наверное, две целые страницы в сумме лошадок. Здесь есть очень много лошадей раннего третьего поколения, и не только раннего. У нас есть лузитан, у нас есть юрликский поник, уотерхорс, англичанина, халтикинец магический, даже вот есть андалузы. То есть на самом деле тут большое разнообразие лошадей. Но прежде чем мы начнем покупать лошадку, давайте я зачитаю вам историю данного персонажа. Пять лет назад она прибыла на юрлик, еще почти не понимая ничего в лошадях, и начала учиться ездить. Прошло четыре года, и ей подарили лошадь, прекрасную бельгийскую полукровную альфу, лошадь, которую они забрали из проката. Они прошли реабилитацию с его сбитой спиной, и теперь вместе путешествуют и изучают юрлик. Она всегда любила все породы лошадей, но бельгийцы, благодаря альфе, стали ее истинными любимками. Так, альфа это вот. Вот, да, спасибо большое за уточнение, что за лошадь присутствует в вашей истории. Давайте поздороваемся. Кстати, это альфа, получается, лошадь, которая была в прокате, с которой Кора начала работать, видимо, а потом как раз-таки смогла ее забрать и провести целый комплекс реабилитаций из-за проблем со спиной. Ну что ж, привет, альфа, рада с тобой познакомиться, очень рада, красивый ракезик. Так, ну давайте не будем больше отвлекаться, мне просто очень понравилось, что сделали прямую отсылку на конкретную лошадь. Значит, имя должно быть на английском. Эх, опять мне надо перезаходить, что ж я не наблюдаю это с самого начала. Третье поколение, спортивный или тяжек? Лошади по желанию, стрижка не важна. А я так и не поняла. Видимо, по желанию имелось в виду амуниция, недоруздок. А вот, получается, мне не написали список запрещенных пород. Стрижка не важна. А, вот, желательно лошадь, породой которой нет в конюшне. Ребята, вот это сейчас придется сидеть и изучать лошадей. Ну что ж, давайте тогда по породам. Ой, это как, это сложно. Но если честно, у меня уже есть некоторые идеи, кого я хотела бы ей рассмотреть на покупку. Кто? А кого у нее нет? А-а-а, так. Так, все, есть мысли, есть мысли. Хорошо. Одна лошадка в голове. А давайте мы будем думать как раз-таки по ходу дела. Поэтому первая наша остановочка, первая лошадка. Итак, первая остановка нашего путешествия, это хофлингеры. Я все-таки не воспринимаю их как пони. По мне так это просто невысокие лошади. И почему бы не посмотреть, не рассмотреть, вернее, их в покупке. Тем более, что данной породы у нее нет. Это был бы очень интересный опыт в плане покупки новой лошади, новой породы. Хотя, пока я ехала, я поняла, возможно, одну отсылочку. У нее нет еще Орденса, поэтому мы посмотрим и Орденса. У нее нет еще одной лошади, только в магическом виде. Только в магическом виде там есть одна лошадка. Я тоже хочу ее рассмотреть. У нее большое разнообразие мастей в конюшне. И я не заметила какой-то либо любимый мастер. По сути, просто вот кого мы захотим, по ощущениям ей купить, того покупать и будем, я так понимаю. Так, я что-то... А, нет, все нормально, все нормально. Да, я все правильно поставила. Так, ну, кстати, может быть. Давайте слезем с ее магического пасафина. Господи, кошечка мяукает на фоне в игрушке. Знаете, мне нравится, как они смотрятся вместе, но все равно что-то не то. Но я... Давайте я учту эту породу. То есть, если все варианты, которые мы будем рассматривать, мне не понравятся, то мы уже будем выбирать среди хафлин. Но не советую пока вам зацикливаться на этой породе, потому что нам еще есть кого смотреть. Так, ну, кстати... Кстати, кстати... А это не две ли одинаковые масти я поставила случайно? Нет, разные, по-моему, да? Да, две разные. Вот этот хафлингер мне, кстати, всегда казался каким-то старичком, таким старой масти. Не знаю, почему. Так, ладно, меня раздражает здесь живущее окошко, которое постоянно мрякает мне в ухо. Точнее, их тут, видимо, две. Ну да, вон она сидит на столе стене. Так, следующая наша остановка почти в каждом видеоролике. Это раньше торчайна. Мне кажется, данное место вызывает у хозяинов аккаунтов. Если они, к примеру, вначале смотрят это видео, а потом идут уже смотреть на лошадку в реалиях, они боятся этого места. И нет, я ошиблась. Я забыла, что теннисицы здесь уже не стоят, что они стоят у нас в Фергроу. Но давайте все равно посмотрим, как у нее... А какая у нее? Подождите. Мне казалось, я четко видела у нее в конюшне Аполлузу. Может быть, я видела Аполлузу из приложения? Или какую-то другую Аполлузу? Ага. Ага, это, знаете, это очень интересно. Это очень интересно. Так, ладно, надо проверить. Надо срочно заехать в конюшню. Но после того, как мы съездим в Фергроу. Так, мы доехали до Фергроу и здесь. Ха-ха-ха. У меня очень хорошее постнастроение. Так, тут опять всех переставили, да? Но моя цель это теннисицы. Тенниси. Мне лично эта порода очень сильно нравится. Не знаю, почему некоторые ее не жалуют. Хотя, на самом деле, я очень часто вижу людей на тенниси. Хм. Так, это... Сейчас, сейчас, сейчас. Это уже надо поподробнее посмотреть. Потому что первая, кстати, порода, о которой я подумала, это как раз-таки теннисицы. Почему бы его не рассмотреть нам поближе? Там с корешечкой или с шишечками? Ну, с корешечкой мне больше нравится. Так, у меня же нету тенниси, да? А то, мало ли, может быть, я просто не увидела. Нету. Это хорошо, что у тебя их нету. Так, также давайте вот тут вот прожмякаем, чтобы просто была стрижечка на этой масти. И еще одна масть, которую я хочу рассмотреть ей к покупке. А мне нравится. А мне нравится. Так, Даша, спокойно. Нужно выбрать лишь одну лошадь. Это не тот раз, когда тебе сказали покупать двух лошадок. Вот теоретически в моих глазах ей подходят все эти три масти Но нет, давайте все-таки методом исключения Пеггей меньше нравится Вот этот вот Ну не знаю Вначале я делала ставки на него А глазки, кстати, у него сейчас что там? Я просто помню, что раньше у него что-то за глазами было Я никогда не замечала Вот вроде да, вот что-то такое есть, знаете, есть два вида Сочетания персонажа и лошади Первый вариант сочетания персонажа с лошадью Это когда смотрится очень круто Просто вау Прям мега круто А второй вариант, когда Вроде бы эффекта вау нету Но это смотрится настолько Круто, что даже не описать словами То есть настолько редкое сочетание К примеру Необычное Нетипичное Но при этом оно вызывает Восторг Это обычно как раз те самые эмоции Когда вы видите персонажа Который катается на вот какой-то редкой масти Которую мало кто берет Но при этом он смотрится на них круто И ты думаешь А я тоже начинаю хотеть эту масть Это вот этот эффект Так, у меня проблема Я не могу выбрать между двух теннисийцев Но мы запомнили, что теннисийц в списке есть Две масти Это хорошо, это хорошо Мне нравится, что у нас уже две лошади Из которых надо выбирать Так, давайте подумать Какая же у нас будет следующая остановка А, давайте следующая остановка Это, наверное, наши новички Арденцы Вейлдали Мне, кстати, такое чувство Что хозяин аккаунта Дал мне просто прямой намек На то, какую лошадь нужно брать Была написана как раз фраза Что той породы, которой нету в конюшне И при этом Если я не ошибаюсь Если я не слепая У нее в конюшне нету арденцев То есть это как будто бы Вы просто принесли на блюдечки И сказали Ну вот у меня нету арденца И желательно покупать лошади Которой нет в конюшне Купи мне, пожалуйста, арденца Вот что-то такое Я это воспринимаю так Так Да, у нее действительно нет арденца И как раз таки он подходит под категорию То есть либо спортивный Либо тяжик Ой, ребята, это сложно Я не знаю Я не знаю, честно Какой бы арденец ей подошел Ей и Игреневый подходит Ей и гнидой подходит Ей и подходит Ну, кстати, может быть вот этот Ей еще подходит, по-моему В моих глазах Какой? Наверное, вот этот Это очень сложно, ребята У меня дилемма полнейшая Я не могу выбрать между двух лошадок Двух пород Между двумя породами Потому что я, с одной стороны Хочу теперь купить ей арденца Потому что это последние вышедшие лошади У нее нету арденцев в конюшне И Прям Хотелось бы порадовать человека Купив в конюшню Какую-нибудь новую лошадку Орденской породы Но при этом мне нравится Как она смотрится с Танисийцем Я, конечно, буду наглой Но я хочу пойти и спросить У хозяина этого персонажа А можно купить двух лошадок? Ну что ж, мы поговорили с хозяйкой Нет, все-таки мы должны купить Лишь одну лошадку Много работы на конюшне И она бы не хотела резко В конюшне получить две лошади Вот, а поэтому пока что Мы согласились на одну лошадь А, это еще сложнее Ладно, мы сейчас подумаем Давайте уже выбирать конкретно То есть, кого-то одного из Теннесси И кого-то одного из Орденса Вот, что-то мне прям Колышет этот гнидой Прям сердечко заставляет биться В отношении к этому персонажу Хотя и вот этот тоже ничего И вот этот тоже ничего Ну, тот, видимо, уже отпадать Я не знаю Это тяжело на самом деле Очень сложно Я не знаю, что делать Помогите мне И этот милый И вот этот милый Ну, что такое Так, ладно Надо собраться с духом Еще раз скататься к Теннессицам И уже выбрать, кого покупать Я не могу Я прям разрываюсь Я не знаю, кого ее брать Орденса или Теннессица Я прям Не могу Это очень тяжело Ребята Я не знаю Я не знаю Просто Закрыть глаза И нажать Купить на какую-нибудь Лошадь Это очень тяжело Ну, что ж Как говорил Великий Шаман Йо Асакура Слушай свое сердце И несмотря на то, что По всем Вообще Просто намекам Вроде бы Человек хочет Орденса Мое сердце Не дает мне его купить Поэтому мы покупаем Теннессица Я надеюсь Она не очень расстроится Потому что Мне Знало бы Она Как тяжело Дается Этот выбор И то между Вообще-то Двумя Теннессицами Хотя нет На самом деле Я тут минут 5-10 Уже посидела И я решила Что у нее На конюшне Появится Вот этот Новый красавчик Осталось Только Выдохнуть Осознать Перезайти На Английский язык И Купить Данную лошадь Ну что ж Вот мы и перезошли На английскоязычную Версию И будем Покупать Эту Теннессица Я надеюсь Она не сильно Расстроится Так Значит Прическу Пострижка Не важна Мы хотим Корешку Мы Я Я хочу Сделать ему Корешечку Так 969 Старкоинцев У нас выходит Это Будет Взрослый Жребец Ой Не ту масть Не ту масть Смотрю Вот эту Да Вот эту Масть Так Да Все Тоже 969 Взрослый Давайте Это будет Все таки Жребец Теннесси Прогулочного Третьего Поколения Так И вот Сейчас Мы будем Думать Как его Назвать Хотя У меня Уже Одно Имя Прям Резко Сходу Появилось В голове Это Прям Очень Неожиданно Это Прям Очень Редкость Для меня Может Бриллиант Дарк Так Сейчас Надо Взять Все таки Переводчик Ну что ж Немножко Поковырявшись В названиях Мне очень Понравилось Имя Бриллиант Дарк Но Все таки Это как Переводится Наверное Больше Сверкающая Тьма Или Бриллиантовая Тьма Что то такое Больше наверное Для кобылки Бы бы подошло Кстати Берите на ус Хорошее имя Вот Но Решила Что Это будет Дарк Даймонд Это будет Темный Алмаз Вот такое Имя Мне оно Очень Понравилось Мне кажется К масте Идеально Подходит Так что Сейчас Мы будем Покупать Дарк Даймонда Это Взрослый Жеребец Дарк Даймонд Танисийская Прогулочная С корешечкой Ой Почему я так Сильно Волнуюсь Я прям Не чувствую Я расстраиваюсь Что Не арденс Но если я Пойду покупать Арденс Я буду расстраиваться Что не танисийца Почему так Всё очень сложно Итак Нажимаем И Покупаем Здравствуй Дарк Даймонд Оооо Ну как Вы хорошо Вместе Смотритесь Я не могу Нет Ребята Это Да Это Да Это Та Та Сама Лошадь Которую Нужно Было Сегодня Купить У меня, правда, теперь нервишки шалят Потому что я очень беспокоюсь По поводу комментария Кстати, да, в этот раз тоже у нас Не будет видеозаписи Встреча с хозяйкой Будет ее комментарий Закрепленный под этим видео Если вы смотрите это видео, комментария еще Нету, значит она его просто Еще не написала Если же закрепленный комментарий имеется То читайте, это отзыв Самой хозяйке Ну что ж, мы радуемся покупочке А теперь идем на конюшню Подбирать комплект для этой лошади Итак, вот мы и на конюшне Правда, я не подготовила Деник для нашего новенького коня Но вот он Первого уровня Так, пятнадцатый у нас тут альфа Альфу мы не трогаем Так, ну давайте поставим его вместо Магического липа Ой, ну здравствуй Ой, как ты хорошо тут смотришься Ну, знаете В этот раз и сейчас Я думаю сыграла то, что Персонаж Вот Кора Она тоже такая сейчас черно-беленькая Но все равно Вот что-то прям, мне кажется У них есть общее Так, ну дра... Ооооо Хо-хо-хо-хо-хо Какой хороший мальчик Я не могу Так, сейчас надо вернуться и почитать по поводу амуниции. Так, амуниция по желанию. По желанию, да. Покупать сейчас, наверное, ничего не будем. Я надеюсь, мы сможем просто посмотреть, что есть у нее в шкафу. И найти там подходящий сет. Я лично на это очень-очень сильно надеюсь. Я просто, вы знаете, я не фанат тратить старкоинсы, в особенности чужие. Мне проще поискать что-то в шкафу. Найти некий аналог. Кстати, а некий аналог-то уже найден. Так, уздечка. Теперь надо вальтрапик. Оп, стоп-стоп-стоп, что это? Вот, да, вот так вот. Ну, ладно, вот это просто самый темный. Он, конечно, не самый новый, но он самый темный. Из всех, что есть в шкафу. Ой, ну, ребята! Поздравляем курс с покупкой новой лошади. Вы просто посмотрите, как классно они смотрятся. Давайте же выйдем с конюшни и в полной красоте уже посмотрим со всех сторон на эту новую парочку. Ну что ж, вот они, красавцы. Посмотрите, как они классно сочетаются. Какая красота, грация и элегантность. Да, теннисиец изначально не спортивная лошадь для, к примеру, выездки или конкура. Но я лично использую эту породу исключительно в конкуре. Но все равно рысь красивая. Хвостик еще так развивается. Вот когда корешка на данной масти, мне нравится градиент на стрижке, на гриве конкретно. Ой, ну-ка. Ну, да, вот манежный у нас такой вестон прогулочный. А вот голубь и прыжки это прям отдельная тема. Вот я люблю их брать в конкур. Безумно, безумно люблю. Везде, причем, покупаю именно с корешечкой. Я считаю, они так смотрятся еще более спортивно. Так что вот такие у нас красивые теперь ребята. Кора и Тарк Даймонд. Мне безумно интересно узнать реакцию хозяйки. Понравится ли ей данная лошадь. Но я лично сделала все возможное, чтобы найти подходящую лошадь. Чтобы они сочетались в моих глазах. Чтобы подходили друг к другу. Ну, а также сделала приятный подарок тем, что не только купила лошадь, но еще и не потратила ни одного Старкоинца на покупку амуниции. То есть комплект уже найден. Не до уздок там по желанию она уже сама по себе посмотрит. Вот так что я очень-очень рада этой покупке. И спасибо Коре за такую возможность. Мне было очень сложно, но при этом очень приятно искать для нее подходящую лошадь. Давайте же сделаем фото. Чтобы на обложке все сидели и гадали, какую же лошадку мы купили данному персонажу. Такую вот мучку. Ну, симпатичные. Донесицы все-таки такие классненькие, симпатичные. И прям меня они безумно радуют, когда я кому-нибудь покупаю. Себе там, когда покупала или на доп. аккаунты. Не знаю. Просто, просто нравится. Просто меня они очень забавляют и прикалывают. Хорошие лошадки. Так что на этом все. И мы будем с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Если желаете тоже, чтобы я покупала вам лошадку или лошадок, пишите мне личку ВКонтакте или в Телеграме и договоримся о покупке. Пока! Субтитры подогнал «Симон»